Андрей Дмитриевич Сахаров, столетие со дня рождения которого страна отмечает 21 мая, проработал в нашем городе в КБ-11 с 1950 по 1968 год. В этот период он провел фундаментальные исследования в области физики высоких плотностей энергии, достиг больших успехов в оборонной тематике. При непосредственном участии ученого разработана первая советская водородная бомба, известная как «Слойка Сахарова», и самая мощная термоядерная бомба «Кузькина мать». Его достижения вспоминали на митинге в честь открытия в нашем городе памятника великому ученому. И вот это событие «Сахаровская слойка» практически поставило точку в создании паритета, в создании оригинального национального оружия нашей страны. Но этим далеко не исчерпывается, а лишь начинается большой список тех дел, того вклада, который внес Андрей Дмитриевич в первую очередь в обороноспособность Советского Союза нашей страны. За свои достижения Андрей Сахаров получил сталинскую и ленинскую премии. Трижды звания Героя социалистического труда. С конца 1950-х годов он активно выступал за прекращение испытаний ядерного оружия. Внес вклад в заключение Московского договора о запрещении испытаний в трех средах. Был одним из лидеров правозащитного движения в СССР. За свою правозащитную деятельность Сахаров подвергался гонениям со стороны государства. Мы знаем, что в январе 1980-го года Верховный Совет лишил его всех государственных советских наград. Совет министров снялся в него высокие звания лауреата Сталинской и Ленинской премии. Но на всех портретах госкорпорации, на всех наших символах Андрей Дмитриевич изображен с тремя золотыми звездами. Для нас он был, есть и будет трижды герой нашей страны. С инициативой создания в нашем городе памятника Академику Сахарова выступил Федеральный ядерный центр ВНЕФ. Предложение поддержали в Российской Академии наук, Госкорпорации «Русатом» и в муниципалитете. Из нескольких предложенных эскизов выбрали проект Бориса Сергеева. Почетному научному руководителю Руфяц ВНЕФа Раде Юлькаеву довелось поработать с Андреем Дмитриевичем. И когда шла работа над проектом, Радий Иванович постоянно встречался со скульптором, обсуждал то, каким должен быть памятник. И в итоге мы видим монумент молодому Сахарову, который сделал огромный вклад в оборонную мощь страны, в воплощение научного подвига и творческого прорыва. Конечно, он против испытаний был многих лишних. Но я помню совершенно определенно, когда мы только-только после Ленинградского университета приехали работать в ВНЕФ, и был совет научно-технический. Я смотрю, это был за 61-й год. Андрей Дмитриевич и Яков Борис Зельдович очень сильно друг к другу трясут руки, рады до невозможности. Это им сообщили, что 57-мегатонная бомба отлично сработала. Торжества в честь юбилея Академика Сахарова проходят сегодня во многих городах страны. Эта дата – повод еще раз вспомнить его наследие. Поразмышлять над идеями Андрея Дмитриевича, чей гений мог предвидеть и прогнозировать грядущие события. В 1974 году он написал статью «Мир через полвека». И в этом самом мире мы и находимся сейчас. Читать ее без недоумения, восхищения, удивления просто невозможно. То есть там есть интернет, там есть и мобильные телефоны. Да, собственно, все, что мы сейчас видим вокруг себя, Сахаров уже тогда предвидел. Что это? Провидение, гениальность, безусловно, и то, и другое. Но это еще просто фантастически, математически, как угодно, совершенно выстроенный мозг. На торжественный митинг пришли не только руководители города, представители ВНИФ и высокие гости. Почтить память ученого собрались ветераны ядерного центра. И те, кто сейчас работает с наследием Сахарова, укрепляя ядерный щит нашей страны. Еще долго после открытия памятника не иссякал поток саровчан, желающих возложить красные гвоздики к монументу Андрею Дмитриевичу и отдать дань уважения великому ученому. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.